МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Нежданна Негадана. Звездный рейс. Хотя, конечно, и Жданна, и Гадана. Отстегните ремни! Мы отправляемся в мир высокой моды. Виктория Сосомкина – наш звездный человек сегодня. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попала я достаточно, можно сказать, необычно. В основном девчонки идут сначала в модельное агентство, их родители приводят за ручку, чтобы они занимались. Моя мама сказала, нет, ты не будешь идти в модельное агентство, нужно развивать голову, не ноги. Я ходила в многочисленное количество кружков всяких, художественная школа, английская, театральная школа, все, кроме модельного агентства. Ну, потом один прекрасный день, мне было 14 лет, меня нашли букер нашего агентства, детского, в супермаркете, когда я была с подружкой. Вот. Потом я закончила школу, и вот у меня поехала первый раз в Милан. Дальше Милан, Париж, Лондон, Милан, Париж, Лондон, и в итоге вот год назад я попала в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке, в основном, можно сказать, все закрутилось, завертелось. Это знакомство с Стивен Мейзелом, фотографом, это легендарный фотограф, который там работает с Инталией Водяновой, с той же Кейт Мосс, со всеми звездами. Он открыл Линду Евангелисту, постоянно работает с Мадонной, то есть это легенда, и работает в Стивене для издания ВОГ. Вот с ним я сделала обложку итальянского ВОГа. После этого мы сняли рекламную компанию Кэльвин Кляйн, Альберто Ферретти, итальянский ВОГ, Прада уже, Жан-Франко Фре, Фи, Альберто Ферретти, то есть уже много компаний. Лицо с обложки ВОГ и лицо с обложки ВОГ. В мире моды о модели, в принципе, ничего и знать не нужно. Лицо с обложки ВОГ. Сезонное или мультисезонное обожание всех фотографов и редакторов востребовалось до надоедливости и немалые материальные бонусы. Большинство моделей после окончания модулинга занимаются или актерским мастерством, или становятся артистами, или сначала ты маленькая девочка, потом сыграть женщину вам. Сложности. Ну, порой занимает очень много времени, сил, энергии, то есть особенно недели моды, Fashion Week, Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк. То есть мы не спим вообще, мы просыпаемся в 6 утра, засыпаем в 2 часа ночи, а то и позже. То есть бывают репетиции. В этом году Джон Галлияна шоу мы делали. То есть у нас была репетиция до 3 часов утра. Мы все выдали, потом следующее утро шоу, потом опять шоу Диор, потом вот так вот все-все-все-все. Подряд бегом, 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 потом домой едем, отдыхаем недельку-две, и потом уже едем в Нью-Йорк, то есть это уже неделя, как сказать, campaign time. Рекламы, журналы, много у меня все знакомых, девчонок, которые модели, которые раньше я смотрела по телевизору, восхищалась их красотой, их умением. А сейчас они, даже мои подружки, иногда мне даже не верятся. Например? Наташа Полли, всем известная, Маша Тельна, Алена Османова. Мне очень нравятся Донателло Версачи и Джон Галлияна. Это мои два фаворита, которые просто с ними очень легко работать. Донателло, в прошлый сезон мы с ней очень много работали, плодотворно целую неделю. Я стала ее любимицей, это как доченька, она со мной там поставила меня на шоу. И, то есть, чуть ли не кушать приносила. Мы так подружились, после показа она пригласила нас на свой ужин, в свой особняк, ну, вот. То есть, и Джон Галлияна. Мы с ними работали для дома Диор, и Джон Галлияна шоу в Париже. Есть ли у вас муза? Вот модный фотограф Стивен Майзел на данный момент с уверенностью скажет, что есть. Незабываемая фотосессия для, опять же, посмакуем это слово ВОК. И Виктория Сосонкина в образе Бэт Дэвис. Нуар, гламур, бакон. Сентябрьский ВОК 2008. Расскажи о своих чувствах, когда тебя утвердили вообще на обложку, что ты испытывала. Шок, такой небольшой. ВОК Италия, это, можно сказать, как бы Библия для всех дизайнеров, настольная книга. Они все прислушиваются, присматриваются. То есть, итальянский ВОК и американский ВОК, это, можно сказать, для дизайнеров, как, не знаю, эталон всего. Библия Мода, да? Библия Мода, да? Библия Мода, да. Произошло знакомство с Анной Вентур. Кто смотрел «Дьявол носит правда» фильм, тот знает. Главная героиня этого фильма, редактор журнала, то есть, это прототип Анной Вентур. То есть, такая женщина, очень известная, очень строгая, можно сказать, мягко говоря. Вот. И, да, когда я шла на встречу к ней, я думала, что у меня вот так вот все отрезалось. Агентство все в шоке, все сидели. Я пошла к ней, говорят, не переживаю, потому что все к ней ходили. Наталья Водянова, Евгения Володина к ней ходила 9 раз, она ее отправляла и говорила, все, для тебя работаю. Нет? Пообщались с ней, выхожу с редакции ВОК, мне звонит агентство, говорит, ты сделала это все, ты послезавтра работаешь на ВОК, американский. И все, у меня уже мурашки по коже, я не верила просто на это. То есть, Анна тебя подтвердила. Мне кажется, сейчас модный славянский тип, очень много русских девочек. Американки многие, кстати, похожи на русских. То есть, смотришь так, вот. Ну, русские девочки, мне кажется, лучше всего. Сидишь на кастинге, смотришь, красивая девочка такая, думаю, точно русская. Подходишь, да, русская, там, из России, Украины. У меня был такой случай на кастинге Кристиан Диор. То есть, как известно, Кристиан Диор любит, чтобы Джон Гальяна, кто проводит кастинг, чтобы девушки приходили в юбках, чтобы им были ноги, то есть, платья. Я пришла в джинсах. Девчонка сняла перед кастингом в себя юбку, да ладно, все, давай, иди, беги, я тебя жду. Вот. Но я не провалила кастинг, прошла его. Вот так у меня состояла встреча с Джоном Гальянов. После этого мы с ним сейчас работаем. Главное, мне кажется, это в первую очередь вера в себя. Потому что если человек не верит в себя, то так и остальные к нему относятся. То есть, если ты приходишь, показываешь, вот, я такая, смотрите на меня, любите мне такое, какая есть, и все, другое я не стану. То есть, дизайнеры видят внутреннюю энергию, главное, блеск в глазах, какая-то харизма. То есть, это все видят, чувствуют, и хотят работать с темой. Прошли те времена, когда фамилии топ-моделей заканчивались на какие-нибудь Ford, Bell, Fair. Сейчас больше в моде славянские афиксы. О, Вако, Скайя и Инна. Виктория Сосонкина наш ответ, чем Берлену. Чем больше наших, тем меньше ихних. Глядишь, и весь мир моды завоюем. Без интима, без ничего, просто сопровождение. Существует ли такая практика в Европе, в Америке, в Лондоне? Нет, я думаю, ну, по крайней мере, агентства, фэшн-агентства никакими не занимаются, что для них это, даже если такое сказать, это как дикость какая-то. То есть, там строго компании, журналы, шоу, компания, журналы, шоу, и все, это это высокий фэшн, можно сказать, высокий-высокий. Такого нет. Вот есть такой топ-50, то есть, это рейтинг моделей, которые это определяет журнал Vogue, и публикует каждый раз после каждой недели моды рейтинг моделей, наиболее востребованных моделей в мире. То есть, туда входят Тессика Стам, Наташа Аполли, Жизель, то есть, вот. И пару месяцев назад меня включили в этот список. 150? 150, да. Даже не знаю. Так получилось, это дело случая, дело везения. То есть, я не могу сказать, что я не старалась, что я не шла к этому, я очень старалась, очень много усилий и не приложила к этому. То есть, я и мои родители, это столько нервов. Когда я первый раз уехала, моя мама не спала на чай, не звонила, добивалась их агентств. Мое материнское агентство, она киевское, Лену одесское, то есть, там, все были на иголках. Ну, это понятно, единственный ребенок в семье, то есть, мама всем довольна. Переживала. Да. Ты уехала в 15 лет или? В 16. Две недели я вообще не могла адаптироваться, ничего, я плакала, все время хочу домой, я не могу, это очень тяжело, естественно, я почти не знала язык, я никого не знала. Агентство старалось меня поддерживать, девчонки, которые со мной жили, то есть, мне давали наставления, вот ты должна делать это, 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 не делай то, 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 туда ходи, туда не ходи, то есть, спасибо девочкам, с которыми я жила. Я занималась танцами некоторое время. То есть, я говорю, когда я была маленькая, у меня, ну, не маленькая, а в подростковом возрасте, мне родители пытались во все кружки, во все школы, чтобы я развивалась. Я закончила художественную школу, вот, у меня есть грамота и диплом с международных конкурсов в Финляндии. У меня мама архитектор, папа архитектор, вот, если мне стараются, в архитектуре училась, такие курсы, можно сказать. Вот, я хочу стать архитектором после окончания, может быть, дизайнером, не знаю, интерьером. Мы, когда с тобой познакомились в самолете, у тебя был с тобой в пакете такой черный барашек. Это твой талисман, либо это какая-то связь с детством, которая быстро закончилась, я так понимаю. Что это? Почему ты с собой возошла? Не знаю, это мой любимый барашек, с которым я всегда езжу, я на нем сплю в гостиницах и в самолетах, то есть он везде со мной всегда. Мне с ним удобно, уютно, не знаю, как я в самолете спала без барашка. Я все время подложу под голову, все так смотрят, умиляются, все время говорят, ну, какой у тебя барашек, где ты такого взяла? То есть, как бы, незнакомая какая-то женщина, вы тоже в этом рейте, Нью-Йорк, Вену тоже меня спросила. Город живи, смотри GTV, Виктория Сосанкина и Бог. Так, Оленька, работаем, давай, девочка моя, давай, давай, плечико красивенько, ищем, ищем, мы ищем, ищем и обязательно найдем, что показать вам в следующий раз. А пока, пока. Так, Оленька, работаем, да, моя девочка, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова